Это не подошло, надо тут что-то сделать. Здесь фасады другие немножко, да, приехали? Да какие другие, они должны быть черные, как холодильник. Они совершенно не угадали с этого. Ну ничего, ничего страшного. Семья, всем привет. Саша, стоп. Так остается. Слушай, скажи, пожалуйста, Сань, вот мы сейчас собрались с тобой снимать ролик про ремонт, какие мы классные строители. Семья, всем привет. Это Сочи, Краснодарский край. С вами Дмитрий Александрович и, конечно, Саша. Ты хочешь это узнать? Лучший мой партнер по ремонту, дорогие друзья, в городе Сочи. Все отмена, все в сроке, все за лучшие деньги в этом городе, все под контролем. Он ежеминутно, ежечасно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально с вами общается без остановки по телефону. Вы знаете, что это такое? Серьезно? Что это такое? Так у нас же в Сочи влажность. Да. Правильно? Да. Мы сделали предчистовой ремонт whitebox. Да. Мы на каждом объекте взрываем эту лавруху, высыпаем сюда. Она же как антибактериальная. Друзья. Чтобы не плесневело ничего. Вы где найдете такой сервис? Такое качество? Нигде. А мы, пожалуйста, лаврушка у вас всегда здесь. Саня, рассказывай, где мы, что мы, как мы и почему мы здесь оказались? Мы на раздольной. Вот. Находимся, получается. Это что вылез? Да здесь летает что-то, блин. Давай. Мы находимся на третьем этаже того объекта, который мы уже с вами снимали и видели. Только ниже этажа мы сюда спустимся и покажем вам все. Сколько квадратных метров? Здесь 90 квадратных метров. Практически все то же самое, что и на первом этаже мы здесь реализовали, на втором. Но небольшими изменениями. Вот. И сейчас давайте начнем заново, получается. Друзья, мы сейчас вам покажем. Вот мы уже сделали предчистовой ремонт. Пока у наших заказчиков, к сожалению, по определенным причинам, которые мы не можем озвучить на видеокамеру, финансы поют романсы, но... Только white box. Но скоро. Скоро у них будут бабки, здесь тоже будет чистовой ремонт. Мы внизу сделали чистовой. Вы дождитесь, мы сейчас вам покажем в чистоте, кто не помнит. Да. Здесь ванная комната, где нет света. Саша как бы все убрал уже, освещение и так далее. И говорит, Дмитрий Александрович, снимай ролик. Я на другой объект увез времянку. Все, побежди. Короче, здесь полноценная ванная. Полноценная ванная. Здесь душевая, ну не ванная полноценная, душевая кабина. Вот. И здесь двойная раковина. Да. Здесь у нас шкаф огромный для переодевания и так далее. Сейчас вы все увидите в чистоте. Здесь у нас санузел и сердце. Здесь наша гордость. Водоснабжение, водоотведение. Как наши соотехники делают, посмотрите, коллекторные группы. Саша, похвастась. На холодное водоснабжение, на горячее водоснабжение и на теплые полы. Из какого материала? Давай, похвастась. Все сшитик. Все сшитик. Больше мы другое не делаем. Красота. Здесь, видите, мы внедрили, получается, в нижнюю. Мы, потому что здесь не планировались это все то же самое делать. Заказчик сказал, что, ребята, я тут приобрел чуть выше. Давайте еще и туда зайдем. Но только пока на whitebox. Мы синтегрировали нижнюю приточковую вытяжную вентиляцию, перевели ее сюда наверх. Короче, тоже. Дорогие друзья, дорогая история, надо делать обязательно. Никто не делает никогда приточку, в квартирах тем более. Делать надо, на самом деле. Дальше. Здесь пучок проводов. А, ну здесь, на нижний этаж мы видели, там вообще целая паутина проводов. Здесь маленько все попроще, то есть не захотели так сильно замудряться, но все что необходимо здесь. Да. Дальше. Потолки из чего, Саша? Гипсокартон. Отлично. Вот, на полу стяжечка, вся техника, вся разводка труб по полу, электрика вся по потолку. Вот. Здесь у нас гостиная. Чисто гостиная. Унижним этажом та這樣子 здесь кухня и гостиная. Да, сейчас покажем. Вот, покажем. Но здесь у нас чисто огромная гостиная, там у нас туда, нижним этажом спальня. Спальня. Давай покажем. Там у нас кухня. Здесь у нас спальня, а здесь у нас кухню захотели как бы заказчики. Посмотрите полноценная кухня. Ну, опять же, по потолку вы смотрите, то, что все здесь на точках, на точном освещении, никакого трекового освещения, только все упрощенный вариант. Как доктор прописал. Спальня раз, спальня два. Все, такие же, как внизу. Абсолютно. Поэтому мы эту квартиру сделали за полтора месяца, бегом, бегом, бегом. Дмитрий Александрович даже сюда не приехал ни разу. Ну, наговаривает, ну, наговаривает, ну, как всегда наговаривает. А докажи, я вам докажу, у тебя роликов нет, у тебя нету, значит. Дорогие друзья, не снимали. Не снимали, потому что я все время, руки грязные, я все время носил материалы, я все время Саше помогал. Каждый день в 6 утра я здесь постоянно на контроле. Поэтому за полтора месяца. Если бы я не делал, три месяца было бы сто процентов, понимаете? Такой фантаст. Короче, здесь у нас, получается, вторая спальня, теневая, более прохладная. Здесь, видите, это все со второго этажа. Весь материал наш, который мы заказчик. А снова, когда пришел вопрос, там, куда это все поднимать, куда это все тащить, пока все выложили на улицу, и, короче, решился... Саша, самое главное, давай так, это все понятно. У нас личное постоянное противоборство с моим лучшим партнером, потому что он лучший, на самом деле, в этом городе. Тут даже сомнений нет. По ремонту, так точно. Я имел в виду только по ремонту. Все остальное под большим сомнением. Я думаю, лучше портал. Надо у жены спросить там уже. Ну, давай, 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 что к чему делать? Дело в том, что заказчик доволен качеством. Очень доволен. Сроками полтора месяца доволен. Очень доволен. Так вот, родных метров. Да, я даже подгонял. Ценами доволен. Обязательно. А чем мы делим здесь? То, что у тебя майка с Вауберисом, у меня с Азона. Да. То, что у тебя майка за тысячу, у меня за 990 рублей. Ну, у тебя 990? А куда делать твои балансиага, все эти кроссовочки, дольщи гаммана? Да я только что переоделся. Да что ты переоделся, ты наконец-таки стал настоящим человеком. Да так-то тоже очень круто. Я не спорю. Так что идем вниз, показываем квартиру, которая была с ремонтом, кто не помнит. Да, пойдемте. До сравнения. Чем он тут занимается, не знаю. В общем, здесь, не здесь. Так, ну что сегодня клиник рекламировали? Клиник я пригласил, Саш, профессиональный. Ты уже здесь? Я здесь. И здесь хочешь подработать? Почему я? В смысле подработать? Ага. Это наша новая услуга. А, все, я понял. Клинин, Клинин. Отвечает за качество. Да, да. Ну а кто? Ты представляешь, сейчас вызовем кого-нибудь, он начнет нашу краску тереть. Ну да. А возьмутся ракет-полтинник. Все думают, сколько клиник стоит в городе Сочи? Вы знаете, каких денег стоит? Просто ремонт, чтобы вы понимали, примерно начинается от 250 рублей за квадратный метр. Вот и посчитайте. Там 100 квадратных метров, 25 вы уже прикурили. Плюс окна отдельно, еще пятнашка. Да. Я недавно вызывал на дом, я искал, я перебрал столько там народу и так далее. Ну, хотелось сэкономить, короче. Что вы думаете? 25 косарей только в путь. Ладно. Все, пожаловались на книг дальше. Я могу еще пожаловаться. Нет, давай, мы пожалуемся потом еще на кого-нибудь. Так, ну что, мы с вами спустились с верхнего этажа, попали вот на этот прекрасный 90 квадратных метров. Вот, здесь мы уже все полностью, с нашей стороны здесь сделано все. От нас еще не зависит уже. Единственное, да, то есть заказчик вот заказал, он кухню сейчас привезли, кухню поставили. Опять же, это все, это не просто так, знаешь, в один день пришли, все установили. Это вот, это не подошло, надо тут что-то сделать. Там что-то не дают. Да, не рассмотрели. Здесь фасады другие немножко, да, приехали? Да какие другие? Здесь они должны быть черные, как холодильник. Они совершенно не угадали с этого. Ну ничего, ничего. Ничего страшного. Все сказали, передел. Саш, опять твоя вина? Опять твоя вина, скажи. Это холодильник. Да, я холодильник привез, должен быть розовый. Дорогие друзья, ну не наш косяк, ну реально. Вот, допустим, с брашками. Почему нет брашек? Сейчас скажут, Дмитрий Александрович, что за ерунда? Почему нет? Ну а зачем? Вот она, вот такая будет. Вот это так и будет, да? Да, все. Друзья, вот такие мы ремонты делаем, поэтому, пожалуйста. Обращайтесь. Нет, это... Вентиляция? Вентиляция. Дорогие друзья. А это, если спросите, это просто система вентиляции, чтобы было поднимать. Слушай, ну когда, если вдруг какой-то проводочек повредился, да? Ну как его выяснить, какой? Вот здесь вот смотришь, щупаешь провод, да, какой нагрелся, значит тот. Удобно. На самом деле здесь будет трек. Трек еще приедет вместе с этими брашками. Все, и когда приедет трек и брашки, мы это все установим, и все. Мы даже не приклеили еще вот эти штуки. Вот, потому что это все клеится, вызывая мастера, который все это приклеивает один. Все верно. Вот. Керамограни, дорогие друзья, теплые полы по всему периметру, паркетная Донска, инженерный массив. Как вы помните, дорого, красиво, по классике. Саша, видишь. Да, сейчас, ну еще плинтуса остались здесь. Давай, родительскую спальню. Остались плинтуса, тоже, собственно, выбирает большие. Выбирают вот либо большой, либо маленький. Сейчас мы думали. Я за маленький, ты за большой? Ну, маленький это просто планка, это не плинтус. Я понимаю. Это размер ее. Я понимаю. А плинтус вот такой вот, как бы, хотели, и вроде бы даже планочку одну купили. Ну, блин, я не знаю. Мне сейчас нравится, я прям вообще балдею с алюминиевых плинтусов, которые полотную к стене идут. Как у Дмитрия Александровича. Ну, может быть, как у Дмитрия Александровича. Да. Да, конечно. И они выглядят классно. И когда моют полы, потому что вот это будет краситься. Моешь полы, это все непрактично. А ты что, потом сказал, чтобы собственники не услышали на видео? Потом они посмотрят, это будет слышно через микрофон. Что? Что надо было делать с плинтуса скрытого монтажа, либо просто уголки? Нет, алюминиевые. Это ты посоветовал? Да. Тебя не послушали? Нет. Все, не наши проблемы? Нет. Так, ничего, здесь будет шкаф. Да. Вот, здесь у нас вывод такой вот канализационный, он там технически вот такой вот необходимый был. Но это все согласовано было, то есть как бы все вот здесь будет закрыто. По-другому никак? По-другому никак. То есть Саша зашел, смотрите, Саша зашел в родительскую спальню и рассказал про то, что в родительской спальне канализационный вывод. Ну, это просто он в глаза бросается. Я думаю, в прошлый раз ты спросили у меня, что это за фигня. Вот я вам сейчас сам скажу, что здесь канализационный вывод, он такой должен быть здесь. Да, мы не могли, мы не могли. Не могли. Короче, ты как оправдался, да? Да. Нет, главное заказчик это может. Также приточка-точка, здесь у нас фреска также. Здесь уже матрас вот лежит, кровать едет. Мы все, обычно матрасы ждут долго, наоборот все. Саша, вот этот полтинник труба, да? Никто бы никогда в жизни не подумал, что это канализационный вывод, если бы ты не сказал. Ну, вот так вот я сказал. Ты сказал. Но закроется мебелью. Конечно закроется мебелью. Но ты не переживай, главное, что заказчики не переживают. Слушай, так это идея заказчика была. Так главное, что нет другого технического решения. Пойдем, будем еще спальню сходим. Пойдем. Давай. Там детская тоже с фреской. Хорошо. Я вот убираюсь, убираюсь, а он бы пришел. Да, хорошо. Так, что здесь? Здесь все то же самое, что и на высшем этаже были. Точно так же. Здесь у нас фреска. Неплохо смотрится. Здесь у нас покраска. Бруса, я говорю, инженерный массив. Да. Вот. И все, там тоже, там вытяжка. Но мы, видите, как можно больше компенсировали потолками. Да нормально. Делали разными уровнями. Высота нормальная. Только для того, чтобы... Абсолютно. Скрыть туда всю эту систему. И пацанячья спальня. Давай, заходи в пацанячья спальня. Пацанячья спальня. Вот знаешь, почему пацанячья? Вот прям вообще, вот вам будет вырастет 18 лет. И там, вот, в 16 лет, чик-чик, мам. И я гулять. Я гулять. И нашел подруженьку какую-нибудь. Или подруженька. Да, или подруженька сюда, да. И мама говорит, что ты делаешь? Я в компьютер играю. А что заиграло тебе? Need for Speed, Counter-Strike. Sims. Семья-сим. Саша, осуждаем, не поддерживаем. Не поддерживаем. Хорошо, дорогие друзья. Вот тоже здесь для кондиционера все. Здесь уже один работает. Вот, пожалуйста, вот он здесь. Так, что еще у нас? Инженер-системы показали мы? Да. Там мы просто почему-то... Ну как, да, мы же не показывали. В смысле не показывали? А-а-а, мы же вообще по-другому начали. Да. Это же у нас этот. Да, да. Друг что здесь? Так, что здесь? Техническая ракона. Смотри, короче, нет, это не техническая ракона. Это уже все одна, здесь будет вторая такая же. Да. Наверное. Да нет, это техническая ракона. Мебель ждем, мебель ждем. Душевая готовая, можно уже побыть шкафы. Душевая, в принципе, готова. Потому что жаришь. Душевая сделана, все будет сделано потихонечку. Здесь наши сотрудники мыли ручки. А сейчас уже заказчик сам убирает. Вот так вот это будет. Вот, 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 вот. Иди, смотри. Давай. Вот. Вот это будет именно вот так. Давай. О. Ванной. Да. Вот так. Вот так. Вот так. Именно. Вот так и будет. Так и будет. Ты отвечаешь. Ну, я не мебель, не я делаю. Ну, ты отвечаешь. Ну, заказали такую. Ну, ты отвечаешь. Ну, самое главное, что ты ответил. Нет, я не говорю, что я отвечаю. Заказали так. Он за все отвечает. Он вам присылает видео. За ремонт, да. Но здесь люди, здесь, на месте, в городе Сочи, понимаете, они еще ему. Да. Хотел сказать, открутят, они. Прикрутят. Ну, я отвечаю. Подрежут. Смотрите, что у нас здесь. Да, это сердце нашего дома. Электрическое сердце. Да. Электрическое сердце. Есть водяное сердце, есть электричество. Есть какие-то моменты сразу. Сейчас ждем стабилизатор, вы не поверите даже. Да, кстати, очень редко бывает прыгает ниже или выше. Поэтому стабилизатор должен быть. Ну, это сочи краснодарский край. Здесь тоже будет у нас шкаф, стиралочки, сушилочки. И вот там у нас прятана электронная группа. Саш, я хочу, чтобы ты пожаловался. Нет, я хочу, чтобы ты убедил нашего зрителя, почему после того, как ты вывел канализацию в спальню. Выиграл? После того, как ты вывел канализацию в спальню, я хочу, чтобы ты убедил нашего зрителя. Там дренаж, там дренаж идет с улицы. Саш, ну я знаю, ну просто так звучало, понимаешь. Я же не могу это сейчас переснимать, ремонтировать и так далее. Надо же все вживую, понимаешь? Мы же не можем зрителя обманывать. Слушай, ну и что же там канализация? Что мне надо объяснять? Это не канализация, Саш. Не канализация, дренажный. Да, да. Ну, она канализация дренажная. Нет, ты просто так назвал ее. Понимаешь, если бы это была сотка канализации, это была бы канализация. Просто так. Ну, канализационная труба, канализационная. Обычная пластиковая труба. Я даже его называю своими именами. А теперь убеди нас, посмотрите, а почему ремонт надо у нас заказывать? Да что мне убеждать? Пожалуйста, вот мы вот такие красавчики, да не буду я просить. Захотите хороший ремонт, звоните Дмитрию Александровичу. Не хотите хорошее, звоните куда хотите. Дорогие друзья, пожалуйста, я прошу вас, звоните Дмитрию Александровичу, близкий вам поклон. Вот так ты должен действовать, понимаешь? Так это твоя работа, я-то ремонт и делаю. А это твоя работа, вот так вот, пожалуйста. Хотя бы на одно колено бы. Хорошо, ладно, расскажи, почему, давай, ты был у наших конкурентов, ты был на разных комплексах. Слушай, везде был, везде смотрел на всяких комплексах. Вот объясни тогда, почему у них ремонт стоит дороже процентов на 30. Качество, ладно, пускай будет такое же. Да не такое же, хуже качество, я поражаюсь людям вообще. И заказывают? Да мало того, что заказывают, я говорю, как вы это? Сдаете? Да. Ну а что это? Как вы это сдаете? Нормально. Я говорю, так это же ну так не делается. Там у них вот смотришь, плитка 45 запилена, там шов вот так вот плывет. Вы видите? Видим. Ну и что? Или там они просто не заморачиваются, уголки такие, пластинки всякие ставят. Я говорю, квартира под сдачу, нет жизни. Нам нужна рубрика с тобой этот. А в обгаде другую компанию. А мы никаких имен. Да, мы без имен. Это вообще, это наше вымышленное, это сценарий фильма вообще. Знаешь, когда на ютуб пространстве, когда начинается какой-то ролик, пишут, все вымышлено, все персонажи вымышлены, это все дом из автора. Дорогие друзья, так и есть, приходишь там, ремонт мебель техника 120 тысяч квадратных. Ну подожди, подожди. Но я видел и такие ремонты. Да. Ты знаешь, ну просто там, ну там ценник, конечно, в три раза дороже, чем мы делаем. Там пацаны, ну они делают, во-первых, год. Да. Вот тот же ремонт, который мы делаем там за 4-5 месяцев, которые, ну такие дизайнерские там сложные, они делают год, а то и больше. Это правда. Вот. Я прям, я на этом, на депутатской Покровском парке, я спускаюсь, мы там сколько уже, 4 месяца там, я спускаюсь, плитку делают. На следующий месяц плитку делают. Сейчас спустишься, плитку делают до сих пор. Да. Вот там вся квартира вот в этом большом формате. Ну это точно работа. Точно ювелирная работа, за которую платят совершенно другие деньги. Совершенно другие деньги. Это, дорогие друзья, чтобы вы понимали, порой перевалят за 100 тысяч за квадратную. Потом на нашем этаже. Это просто работа. На нашем этаже заходишь, а там потолок гипсокартоновый, а он весь вот такой вот волной идет. Ну то есть специально так сделано. Весь потолок, в всей квартире. Круто, смотрится, классно. Но ты представляешь, какой это труд? То есть этот потолок будет только, блин, я не знаю, полгода его делают, блин, и еще и красить потом будет сколько. Саня, я согласен. Более того, я считаю, что он не совсем практичный для нашего города. Да у каждого другие. Кто-то живет для того, что это как будто практично. Я считаю, что краска, я считаю, хочешь скажу честно, считаю, что краска это непрактично. И я так считаю. Потому что ну невозможно, ты сейчас прошелся. Во всей смазной зоне живем, Сань. А сколько потеков? Да. Ты нечаянно рукой присылаешь, потеков нет. Нет, ну подожди, ну когда ребенок проехал, сразу угол отлетел, задел каким-нибудь предметом. Но стал протирать моющаяся краска. Да ты ее моешь, она цвет меняет, потом, да, слава богу, она там может быть опять приобретет нормальный цвет после того, как высохнет. Да. Но по большому счету это крайне непрактично. Прикрашенные плинтуса крайне непрактично. Вы моете этой шваброй, задеваете их там, ну не вы моете, кто-то там у вас приходит, моет, но все равно шваброй задевает это все. Пылесос елозит до этих, оставляет этот робот-пылесос. Это все непрактично, все, что касается краски. Блин, нам нужна все-таки такая рубрика, Саша. Да. Она будет востребована. Ты представляешь, то есть мы сделали сейчас ремонт, и теперь мы рассказываем про то, что это непрактично. А заказчик посмотрит, скажет, вот дети, а? Нет, ну почему, ну вот смотри, в детской комнате, да, где вот, допустим, вот здесь у пацана, здесь вот сложные моменты, сделали обои, да, здесь будет стоять сто, понятно здесь как это будет. Но опять же все, вот, вот, вот уже, вот уже. Помыли. 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 Сейчас придется перекрашивать. Да. Ну вот нельзя мыть, дорогие друзья. Тем более швабра, стены. Да. Потому что мы-то сдаем все красиво. Мы сдаем все идеально, все хорошо. Мы же это все сдали. Да. Вот я вот сейчас прихожу, а говорю, это что такое? А это вот сын зацепило, я вот решил потереть его. И все, хана. Показываю. Показываю. Вот, да. Протерли. Вот сейчас это надо будет, а перекрашивать только всю стену. Ладно, хорошо цвет краски хорошо подойдет, стена отдельная, даже если не подойдет цвет, перекрасил замечательно. Вот. Ну с обоями такого не было. Вот сейчас обои классные просто есть, они там как будто украшена стена на самом деле. Да. И ремонт… Сколько за рулон цена? О, там разные. Там и от 5 тысяч пошли вперед в город. Там очень дорогие. Ну у нас есть и обычные с тобой обои, которые мы поклеили за 4 500 за рулон. Просто они… Бомбовские. Хорошие. Бомбовские, да. Но опять же, кто какие-то цели преследует. Кто-то, знаешь, занимается, живет, мы пять лет поживем, перекрасим квартиру. Все, ну действительно, сюда пришли мастера, они за один день тут все обклеили, то есть все, что не нужно. За второй день все тебе задули краской, без воздушкой. На третий день все отклеили, все, ты живешь в новой квартире. Ну и класс, класс. А обои переклеивать сколько? Но это правда дорого. Дорогие друзья, все нам нужно. Напишите в комментариях… Иди сюда. Разошелся, разнервничался. Да ничего не разнервничался. Напишите в комментариях, нам нужна рубрика такая. То есть мы сидим такие, знаете, с макалами пива с рыбой. Приглашайте нас к себе на ремонт, и мы его пообсуждаем. И мы его пообсуждаем. И мы реально сидим такие, это непрактично, это как бы плохо-плохо. Это карма будет порваться. Нет, так мы же правду будем говорить. Да кому нужна твоя правда? А зачем ты тогда сейчас это все рассказал? Да это мы просто выобщаемся. Просто, а ты думаешь, я это не выложу на YouTube? Ну, по секрету. Никого не говорите. Нет, я это по-любому выложу, я ничего не монтирую. Я никогда ничего не монтирую. Потому что я как бы, ну как, мы же правдорубы нет. Да нет, конечно мне… Ну если это правда непрактично. Ну это красиво. Ну, после того, как мы сдаем ремонт, это красиво. Да. Потом, когда труханет… Ну да. Землетрясение легкое. Маленькие дречники. Дорогие друзья, это Сочи, Краснодарский край. Поверьте мне, из всего непрактичного мы сделаем все равно самое лучшее качество. И за лучшие деньги в городе Сочи. Поэтому заказывайте у нас ремонты. Мы всегда для вас на связи по номеру телефона, который вы видите в ГМНУ. А Саша, он вообще 24 на 7 всегда для вас. Требуем работы. Еще требуем работы. Все, Саша. Да, все. Ты молодец. Всем пока-пока. Это твой последний видео. Пока.